Второй год в Славянске развивается общественный проект «Сквер мечты». Долгое время зеленая зона, находящаяся почти в центре города, служила местом сбора маргинальных личностей. Здесь накапливался мусор. Несмотря на то, что жителям ближайших домов особо гулять негде, сюда заглядывать они не спешили. Об этом рассказывает соорганизатор проекта Анна Савченко. Приехали сюда, когда вообще здесь ничего вообще не было. Здесь была просто наркоманская посадка. И мы пришли на первый субботник, начали убирать. Здесь возле лавочек очень много было шприцов, диметрола, всяких бутылок разных. Очень было грязно. Дети с лицея ходят мимо, и нам, конечно, хотелось тут все расчистить и поубирать. Потом к нам стали подключаться с каждым субботником, все больше людей, больше людей. Начали садить цветы. И, в общем, мы уже дошли до того, что нам хочется здесь делать аллею молодоженов. Посадили фруктовый сад, написали слово мир. Потом у нас будет аллея молодоженов, будет лавочка для влюбленных, скамья примирения. Ну, в общем, скоро сквер будет очень и очень красивым. Как говорит руководитель проекта Евгения Алфимова, все началось с нескольких человек. Сейчас же активных участников более 20, а периодически поддерживающих сквер еще больше. На эту идею меня вдохновили очень красивые парки нашей Украины. Уманский парк и парк в Белой церкви. И я стала присматривать в городе, где бы можно было сделать такой красивый сквер. И в самом центре, в самом сердце нашего города я обнаружила занятбанную зону. Нас пять человек, пять девочек поддержали эту идею, и все начиналось с нас пятерых. Сначала это была просто инициативная группа, которая взяла на себя ответственность почистить этот сквер, пригласить всех жителей нашего города, всех небезразличных людей, которые хотели бы видеть красивую зеленую зону. И все получилось. Мы организовали большой субботник, на который пригласили больше двухсот людей пришло. И мы общими силами вычистили эту зону. И вот уже на протяжении двух лет мы занимаемся этим сквером и реализуем свои мечты. Прошлым летом я была в походе и поделилась с людьми, с которыми были люди со всей Украины, и попросила помощи помочь купить нам качели. И люди откликнулись. Одну качелю нам купил просто обычный житель Харькова, другую качелю нам купил просто обычный житель Краматорска, и горку нам купил житель нашего города Славянска. Сквер мечты стал не только местом для прогулок, но и территорией, где проходят различные общественные мероприятия, например, такие, как городские ярмарки народных ремесел. Когда бы малость привели сквер в порядок, мы решили, что в нем должна находиться жизнь. И этой жизнью первым мероприятием, которое мы сделали, это происходило здесь прошлым летом, в июне месяце, был объявлен Всемирный день йогов по всему миру. И это первое было мероприятие у нас Йогатон. А осенью мы провели здесь такое замечательное мероприятие, как ярмарка. Здесь были представлены, народные умельцы представили свои работы. Здесь каждый ребенок мог сделать своими собственными руками из глины вылепить горшок. Этой весной мы провели в этом сквере прекрасное представление проводы зимы, встречу весны. Многие жители города участвовали здесь. И основным, конечно, акцентом на этом мероприятии были дети. Мы старались как можно больше разнообразить их досуг, чтобы они могли здесь расслабиться, погулять, поиграть. Одним из удачных проектов, осуществленных в сквере, стало обустройство спортивного городка. Инициатор проекта Александр Пасиков рассказал о том, что давно хотел сделать нечто подобное, а сквер мечты оказался наилучшим местом для этого. Собирали материал по базам, бэушные, кто там, даже было такое отопление предложили старое, вырезали. Оно в хорошем состоянии, я проверил, весь металл хороший, плохой не варим. И сделали вот такую хорошую вещь. Он еще не достроенный, это половина, будет вторая половина дальше и будет дополнена здесь еще. С каждой акцией все больше и больше присоединяются к нам просто простых людей. То есть этот проект мы реализуем благодаря просто обычным людям, живущим в городе Славянске. Потому что, чтобы изменилось что-то к лучшему, только мы сами можем изменить. Никто не придет к нам в город и никто не придет в нашу страну и не сделает нашу страну лучше. Только мы сами можем что-либо изменить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!